Петро в этот момент хотел встать, закричать, что было сил, чтобы отогнать стервятников и бежать на помощь. Но тут его остановили слова. «Живи, друг!» Петро заплакал. Андрей дал ему шанс остаться в живых и выполнить задания. Во имя их дружбы. Во имя жизни и мира. В основе ожившей истории написанный школьником Зульяновской области рассказ его прадеда о реальных событиях осени 43-го года. Красная армия в наступлении. Разведчики должны доставить в штаб точные данные о местоположении немецкого аэродрома. Один из них попадает в плен и гибнет, дав возможность товарищу выполнить приказ. Трагичная история передавалась в семье из уст в уста. Благодаря стараниям Степана Кетова теперь это общероссийское достояние. Мне достаточно сильно понравился этот видеоролик. Ну и в принципе хорошо сделали. И я вот тоже поддерживаю вот это, так сказать, вот это направление. Я сам даже не рассчитывал то, что получится такой вот результат. Ну, видимо, понравилось людям. В этом году работы в нашем регионе написали 250 школьников. Две из них попали в сборник Министерства просвещения России. Всего же на федеральный уровень со всей страны вышло 354 сочинения. Такой успех вполне объясним, считает в профильном Министерстве региона. Патриотическое воспитание сегодня – важный элемент работы систем основного и дополнительного образования. Это российское движение школьников, юно-армия, также и участие в большую перемене всероссийского конкурса. И, конечно же, участие в конкурсах всероссийских, межрегиональных, окружных и региональных конкурсах, направленных на патриотическое воспитание. Анимационный ролик «Подвиг лучшего друга» доступен в Ютубе на канале информационно-образовательного проекта Ньюм. Евгений Луковкин, Сергей Рябухин, репортер 73. Субтитры создавал DimaTorzok